Маркус Тернвалл, но я бы не сказал, что он самый лучший в команде. Пенальти. Арбитер назначает пенальти за снос Лорионова. Ну, здесь уже двух мне не быть не может. Нарушение было очевидным. И вы знаете почему? Потому что Лорионов всё время пытался уйти вправо. Вернее, влево от защитника. Вправо для себя. А сейчас, наоборот, изменил, так сказать, ход. И моментально защитник сыграл в корпус. Пенальти. 0-1. Зенит пока проигрывает. Бьёт Желудков. Гол. 1-1. Увидел Юрий Желудков сейчас, как двинулся вратарь влево. И вот эта микропауза для него была достаточна для того, чтобы переориентировать свою ногу и направить на другую сторону. Вот ещё раз, посмотрите. С этой точки очень хорошо видно. Уже голкипер пошёл. Видите, слегка влево. И вот Желудков это увидел, поэтому пробил, кажется, по центру. Но счёт стал 1-1. Но ведь Зенитов это в десяти ром. Восьмой минуте. 1-1. Лорионов. По штрафную. Герасимов. Его сбивает. Ещё один пенальти. Счёт 1-1. И судья назначает 11-метровый штрафной удар. Но, вы знаете, даже сомнений нет на тот счёт, что судья объективен. Сбит был Герасимов. Ну, а вы знаете, что хотя время истекает, для пробития пенальти назначается дополнительное время. Ну, теперь хватит ли выдержки у Юрия Желудкова. Первым случаем сравнял счёт. А что будет сейчас? Гол. 2-1. Зенит впереди. Да, Зенит, хотя и в розыше Европейского Кубка, не считается, не считает баллы за волю к победе, но сегодня волю проявил. В десяти ром не только сравнял счёт, но и добился победы. Вот какой потенциал у чемпиона Советского Союза Ленинградского Зенита. А матч продолжается, вы знаете, уже вот смотрите на табло, идёт уже 49-я минута. Желудков безупречен при исполнении штрафных 11-метровых.